Меган Маркл и королевская семья Сайдеры дома британской короны стали поговаривать о том, что Меган и Камила больше не лучшие подружки. Оказалось, что Сасекская решила перетянуть одеяло популярности на себя, нечестно обделив Паркер Боулс. Прошло время, и в начале 2020 принц Гарри вместе с Меган Маркл решили начать самостоятельную жизнь, отказавшись от обязанностей старших членов королевской семьи. Пара собиралась выкроить новую прогрессивную роль на пути к финансовой независимости. С этого момента у супругов наступил испытательный период, который покажет, имеют ли они вес в обществе без влияния к королевской семье или нет. Сейчас пара живет в большом особняке в Монте-Сито, Калифорния. Также Сасекские успешно начали свою рабочую деятельность и подписали контракты со стриминговой платформой Netflix и Spotify. Кроме того, супруги настолько окрепли, что заявили о нежелании возвращаться к королевской жизни. Что же по этому поводу сказала Камила? Оказалось, что ответ Паркер Боулс был довольно лаконичный и состоял всего лишь из двух слов. По сообщениям экспертов, Корнуольская приложила немало усилий, чтобы реже видеть герцога и герцогиню Сасекских. Удивительно, что после громкого ухода Меган Маркл и принца Гарри из королевской семьи, представители монаршего двора, как ни в чем не бывало, продолжили выполнять свои обязанности, не выдержав никакой паузы. К примеру, героиня нашей сегодняшней статьи, Камила сразу через две недели после скандала с Меган и Гарри посетила хоспис Праспект, чтобы отпраздновать 40-летний юбилей организации. Именно там Корнуольская столкнулась с вопросами о том, что она думает по поводу своевольного поступка герцога и герцогини Сасекских. «Привет, вы будете скучать по Гарри и Меган?» – спросил у Паркер Боулс журналист ITV Крис Шип. Забавно, что Камила поразмышляла пару секунд, а потом выпалила. «Хм, конечно», – растерянно сказала Корнуольская. По словам королевского биографа, Камила, как и многие другие члены королевской семьи, была довольна этим переездом. Однако биограф Эндрю Мортон, который стал соавтором книги Меган, принцесса Голливуда, написал, что в Букингемском дворце тихо радовались уходу Сасекских, но то, что Камила была в их числе – очень спорный вопрос. Королевская семья выделила для супруги принца Гарри Меган Маркл. Меган Моркл – внушительный персонал, который провел сотни часов, проверяя ее социальные сети и сообщая о тролях герцогини Сасекской в полицию, пишет Daily Mail. Английский журналист и писатель, опубликовавший биографии королевских личностей Эндрю Мортон, Эндрю Мортон, опроверг слова Маркл в интервью американской телеведущей Опре Уинфри, Опра Винфри, где она говорит о том, что семья бросила ее. Чтобы сопроводить супругу принца Гарри во время адаптации к обязанностям, ей были предоставлены специальные люди для борьбы с критиками, утверждает он. Перед свадьбой королева Елизавета II дала поручение своему опытному помощнику Саманте Коэн, Саманта Коэн, объяснить Маркл принципы работы монархии, подчеркнул биограф. Ранее Меган Маркл заявила, что стала жертвой клеветнической кампании королевских придворных после того, как в британской прессе появилось сообщение, что она плохо относилась к своим помощницам. Кроме того, герцогиня выиграла суд против британского таблоида The Mail on Sunday, который незаконно обнародовал ее личное письмо отцу. Накануне церемонии вручения премии Ршот, учрежденной принцем Уильямом за лучшие достижения в области сохранения окружающей среды, отец Уильяма, принц Чарльз, оставил в соцсети теплое и очень личное сообщение, в котором рассказал, как гордится Уильямом за ту работу, которую он делает. Как отреагировали на это поклонники герцогов Сасекских, даже описывать не надо. В комментариях к этой новости поднялась волна возмущения, почему Чарльз выделил своего старшего сына, хотя и младший, Гарри, немало своего времени уделяет проблемам защиты экологии. Ну да, накануне вот выступил против крупных корпораций, которые строят в дельте Африканской реки Акованго буровые вышки для добычи нефти, что пагубно влияет на экологию. И практически одновременно заявил, что стал партнером по влиянию и вкладчиком американской компании этического инвестирования Этик, которая так этично борется за экологию, что вкладывает деньги в компании, поставляющие буровое оборудование для нефтегазовой отрасли. Однако свое недоумение высказали и люди серьезные. В частности, австралийский королевский комментатор Даниэла Эльзер утверждает, что принц Чарльз напрасно упускает из виду герцога Сасикского, выделяя только старшего сына Уильяма. В статье для news.com Огэжа Эльзер сказала, на протяжении десятилетий мир видел совместные фотографии принца Уэльского и двух его мальчиков. Вот они катаются на лыжах, вот позируют для рождественских открыток, вот все трое с сэром Дэвидом Аттинборра на премьере его сериала Netflix. Наша планета в Лондоне в 2019 году. А в том сообщении принца Чарльза, которое было распространено Кларенс Хаусом, офис принца Чарльза АВТ, особенно заметным было отсутствие множественного числа сын, а не сыновья, без каких-либо попыток включить обоих его детей в такое нехарактерно личное и теплое послание. Гэжа Эльзер добавила, учитывая, что оба его сына подключались к Экой инициативам, было бы совершенно разумно, если бы Чарльз разделял свою гордость за усилия обоих своих сыновей на этом фронте. Вместо этого был выделен только Уильям. Принц Уильям и Кейт Миддлтон не строят иллюзий насчет своих детей. Они прекрасно понимают, что Джорджу, Шарлотте и Луи уготованы абсолютно разные пути. Первенец займет свое место в очереди на престол и будет занят исполнением соответствующих обязанностей, а вот младший брат и сестра рискуют столкнуться с неизвестностью. Чтобы не допустить такого исхода, кембриджские сосредоточились на том, чтобы найти правильный баланс в воспитании детей. По словам королевского эксперта Камилы Томини, Уильям и Кейт не намерены повторять ошибки своих предшественников. Герцог и герцогиня кембриджская надеются, что каждый из их детей сможет построить собственную карьеру. Они не желают, чтобы история повторялась, а принц Луи казался королевским прихвостнем и пошел по пути герцога Йоркского, пояснила госпожа Томини. Следует отметить, что забота кембриджских о будущем для детей более чем своевременна. Дело в том, что принц Чарльз, первый наследник Елизаветы II, планирует пересмотреть структуру королевской семьи и отсеять многочисленных побочных родственников монархии. Возможно, в будущем королевская семья будет включать в себя меньше человек, чем мы привыкли, пояснила Камила Томини. При таком раскладе многие из тех, кто привык полагаться на связь с короной, будут вынуждены устраивать свою жизнь самостоятельно. Герцоги Сасекские воистину гости из будущего. Все реальные дела у них в прошлом, а сейчас сплошные проекты, которые на старте и вскоре будут воплощены в жизнь. Однако, даже если владельцы Netflix, да и Спатифи тоже, были заинтересованы в принца Гарри и Меган Маркл исключительно как в узнаваемых и популярных личностях, способных поработать на рекламу этих медиагигантов, не особо требуя от них производства контента, то чем дальше, чем больше сделок заключают Сасекса, тем более нервным становится руководство этих компаний. На самом деле. Ну как так? Netflix и Спатифи на перегонки застолбили за собой право на бренд Сасексов, посулив им многомиллионные гонорары. Выплатили или нет полностью? Вопрос второй. Выплаты явно поступают, пусть и в каком-то процентном соотношении от суммы договора, поскольку Сасекса на что-то живут и живут не так уж плохо. Только содержание дома в Монте-Сито и оплата охраны обходятся Гарри и Меган в сумму, превышающую 4 миллиона фунтов стерлингов в год. А ведь они еще как минимум что-то едят. Разумеется, Netflix и Спатифи не приобрели эксклюзивные права на Сасексов и их бренд, но вправе рассчитывать на некоторую лояльность со стороны Гарри и Меган. Ведь эти компании вот уже год терпеливо ждут, пока Сасексы родят и подрастят дочь, а также когда же они, наконец, родят идеи годного контента. О новых подкастах для Спатифи не слышно ничего. Для Netflix Сасексы запланировали два проекта. Гарри – документальный сериал о подготовке к играм непокоренных, которые пройдут в апреле 2022 года в Гааге. Меган – мультсериал «Жемчужина». Если с проектом Гарри хоть что-то понятно, он выйдет в преддверии игр, то же «Жемчужине» от герцогини Сасекской этого неизвестно. А Гарри и Меган тем временем старательно предлагают себя и пока еще берут уже другим компаниям. То стартап BetaUp, куда Гарри устроился, чтобы помогать людям с решением психологических проблем. То договоры с издательствами у Меган на выпуск детской книги, у Гарри серии из четырех книг, две из которых личные мемуары герцога. То, наконец, пресловутая сделка с инвестиционной компанией «Этик», о которой Сасексы объявили некоторое время назад. Предполагается, что они не только вложили средства в компанию, но и станут для этих партнерами по влиянию. То есть, как интерпретировали королевские эксперты, рекламной вывеской будут участвовать в рекламных акциях для продвижения идей компании «Этик», в том числе в телевизионных роликах. Получается, что Гарри и Меган, не отработав толком на Netflix и Spotify, уже бросились в очередные проекты. Королевский комментатор Нил Шон сообщает по этому поводу. «Источники в Netflix и Spotify рассказывают мне, что руководство этих компаний нервничают и вполне закономерно, поскольку они чувствуют, Гарри и бывшая актриса кабельного телевидения Меган Маркл не оправдывают их ожиданий и к тому же разбрасываются, заключая контракты направо и налево». Существует также путаница с Archival, то ли это благотворительный фонд сасиксов, то ли производственная фирма, цель которой пополнять банковский счет Гарри и Меган. Их последний контракт с Этикбэнкин вообще вызывает недоумение, поскольку сасиксы небольшие специалисты в финансах. Но Меган еще что-то может быть понимает, а Гарри до последнего времени жил очаровательной беззаботной жизнью и финансы его не интересовали вообще. А между тем, как мне шепнули мои источники в Netflix и Spotify, моссы этих компаний нервничают настолько, что желают видеть отдачу от своих вложений в сасиксов как можно скорее не позднее начала 2022 года. А иначе контракты будут расторгнуты.